Порой мы даже не подозреваем, что рядом с нами стоит или сидит, может, едет или идет гениальный музыкант, писатель, изобретатель или художник. Все постоянно куда-то торопятся, не замечая при этом ничего вокруг. Но есть те, кто всегда предельно внимательны и наблюдательны, ведь они рисуют жизнь и черпают из нее вдохновение. Бывает, скажем, на улице увидела, кого-то зацепилось, что-то понравилось, и от нее начинается остальной сюжет. То есть, может быть, какая-то деталька, может быть, просто фрагментик, и уже потом по нему уже начинаю плясать и выстраиваться композиция. Иду по улице, и смотрю, вот они идут мне навстречу, вот образы, они прямо идут, вот прямо, и тут я раз вот сразу домой бегу, и у меня картинка получается. Они такие же обычные люди, но видят повседневность иначе, подмечая самое неординарное в простых вещах. Все произошло неожиданно. Однажды в жизни Нины и Лены главными стали краски, кисти и лист бумаги. Нина не писала картин до института, отличалась тихим и спокойным характером, но то, что думает и переживает ее душа, вылилось на холсты. И открылась уникальная и доселе неизвестная нашему краю творчество – публицистическая сатирическая графика. А Лена уже в школе стала рисовать, но придя в институт целенаправленно учиться изобразительному искусству, открыла в себе неоспоримый талант. Она художник-фантаст. Под ее кистями оживают лешие и огнедышащие драконы. Именно благодаря любимым книгам, которых Лена прочитала огромное множество, в ее воображении и возникают такие живые образы самых нереальных существ. Везде есть повторы, есть какие-то избитые такие темы, клише, пейзажи, натюрморты, которые любят у нас покупать, спросом пользуются, и поэтому художники идут на поводу. А тут вот такой свой взгляд, абсолютно авторские композиции, и это такое явление в искусстве. Работы Лены и Нины побывали на различных выставках, занимали призовые места. Как отмечает их первый педагог, девушки рисуют душой не ради выгоды или заработка, они видят и замечают вокруг жизнь и переносят ее на холсты такой, какая она есть. И может быть, в недалеком будущем мы услышим среди мировых знаменитых имен и наших забайкальских Нину Елену и Лену Изместиву.